Редкое видео, первое появление группы Тату перед поклонниками. Можешь поцелуете? Какие проблемы? Рожде, родители, дорогие. Тату начали разыгрывать сексуальную партию намного раньше Берковой, к тому же вдвоём. Тен-лесбийская любовь оказалась невероятно востребованной. С этим поцелуем они стартовали так, что действительно их невозможно было догнать. Но чем дальше от шока, тем их скорость падала всё больше и больше, пока они не перешли на бег трусцой. Слушай, я так люблю запах этого асфальта. Это только что у вас, но я прям не могу. В этом году группе Тату исполнилось 10 лет. На свой юбилей Лена и Юля озвучили неприятную новость для поклонников. Девочки больше не любят друг друга, как прежде, и расходятся. Они ищут новую работу. Мы практикуемся для того, чтобы в кризис выжить. Все сознательные годы из своих 25 отроду Юля и Елена занимались шоу-бизнесом, прокладывали дорогу в будущее. Когда появилась возможность прожить один день кардинально иначе, они, не задумываясь, решили проложить не виртуальную, а реальную дорогу. На самом деле, мой папа всегда в детстве прикалывался и говорил мне так, что если я не буду учиться или делать что-то такое, что мне будет помогать на будущее, значит, у меня сошьёт оранжевую жилетку, я буду укладывать асфальт. Прораб Николай объясняет тонкости работы с асфальтом. Вот она, правда, шоу-бизнеса. Чтобы выглядеть хорошо, нужно следить за собой, постоянно недоедать. Но с такими фигурами настоящий физический труд – что-то из области фантастики. Если не копать, то ровнять. Бригадир Николай нашёл, чем занять Юлю. Ну и что ты тут наравняла? Под грохот ревущего асфальта укладчика татушки неожиданно признались. Они действительно целовались по-настоящему. С чувством. Только если для Лены однополая любовь была в новинку, то для Юли это уже был не первый опыт. У меня, правда, была девушка. Поэтому для меня это было в порядке вещей. Ленка, может быть, что-то новое пробовала и искала в своей жизни. Вот и всё. Решила для себя, что я сейчас актриса, и мне нужно это сыграть. И всё. Уже за кадром Юля признается, её первую подружку звали Аня. Но только любви там и грамма не было. Так, простые движения ради банального удовольствия. После работы, как и положено у настоящих тружеников, Юля и Лена решили заглянуть в пивнушку. Самую простую, со смешным названием «Второе дыхание», чтобы поговорить о былом. Мы, на самом деле, были уже связаны с шоу-бизнесом. С вилки. Мы уже выступали в непоседах. Ездили по всяким там браво, брависсимо. В такой обстановке за чашкой чая, размешанного вилкой, Юля и Лена решили пойти на откровенность. Было тяжело, потому что, знаете, у нас фактически не было детства.